все пошли искать новый фундамент там я бросил его потому что журфить фундаменты которые не дают течение получаса я такие фундаменты не продолжаю смысл отдавать много сил я шурфолог я не мазохист потому что трудов отдашь очень много отдачи будет минимальный так что я ищу то что продуктивно будет соответствовать минимум затрат сил максимум находок так что буду продолжать искать пусть даже какие-нибудь советики да и хрен с ним зато приятно душе то что находишь когда копаешь ничего нет упадок силу настроения пошли пошли искать новый фундамент и так ребят немножко мы переехали от церкви суда он рустик рукой машет вот переехали сюда потому что как бы далеко ходить почти там 600 700 метров вот и решили сюда вот разработали мужа вот такой фундамент находки меня пруд у меня вот но пацанов пока по нулям вот фундамент как бы зачетный ну как зачетный я бы не сказал что супер но по крайней мере не пустые вот так что будем здесь сейчас продолжать копать всего конечно увидите дома разрушенные в этой деревне всего один жилой дом за церкви ну тому вот это наш друг товарищ знакомый не он как бы дал нам разрешение здесь покопать вот так что сейчас пацаны там немножко подогреется холодно а кстати еще подойду познакомимся роз ты уже официально лицо и еще ты черный кардинал ясно ну женька у нас лицо публичное здоровье привет привет а подарок подарок так подарки седой любит ну-ка давай подарок сейчас пока пока давно обещал да между прочим знаете почему он обещал в свое время видео было где я его тащил порядка сколько же полтора два часа а четыре с половиной часа а точно ёпты я забыл ребят еду по следам женьки вот это он здесь намесил грязюка мы потихоньку поднимаемся тихонько чтобы грязи видите дождь уже начался нам надо там будет это еще сложности там прям чернозем сильный вот так что едем ребят потихоньку но едем взял я жене на буксир тихоньку в гору поднимаемся как вы видите вообще чернозем здесь и женька вообще ехать не может ладно будем долго ехать и так ребята на этом заканчивается мое видео путешествие мы наконец-то добрались до асфальта эта дорога летом да это деревня занимает всего-навсего три-четыре минуты мы же сегодня добирались вернее уезжали оттуда ровно четыре часа 15 минут да ребята всю дорогу я его тащил к сожалению как и всегда блин я себе немножко порвал бампер короче прокатался я вон там вон немножко очистил машину дождик идет вот там он женька до сих пор чистится моется корчут бампера оторвал так вот ошметки грязь вот такие вот вот но я еще почистился вот катался там он сам чтобы немножко почище на трассе было вот и вот женька короче сцепление чуть не сжег в общем болен тащил я привыкнула ребята древу но жизнь вот что скажешь поездка огонь да вот это вот погода все так говорят тут нам приезжает все клад ну ваша грязь очень жирная очень жирная вот ладно четыре с половиной часа пять километров у меня на машине до сих пор имеются шрамы 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 какие ребята вот видите бампер бампер у меня отошел и до сих пор я вожу вот здесь вот видите вот она вот на на чем я женькую таскал короче память имеется и вот же не наконец решил мне подарить подарить то что чтобы я таскал его снова именно только меня да ладно не хочу я таскал только для его можно ребят вот такие зацепы у меня специфическая ребята это самые крюки не подходит и вот же не вот мне подогнал вот такой трос ну спасибо огромный же за этот подгон я тебя обязательно подогон таская но русика не буду таскать не буду русской из при из принципа не буду у него у него тоже джип джип в кавычках ребят перекладывается в машину да ребята все опять ребят подгон подгон классный вообще я подарки люблю вот вот так что вот такой у меня бардак здесь машины не обращайте внимание но мы наверное продолжаем ночной шов и будем сейчас копать да монеты копать даже все у тебя есть монеты сегодня пока нету но все дым копаешь чем-то найдешь обязательно лично вот рустик тоже чего-нибудь обязательно откопает пока пацаны по нулям ладно продолжаем и так ребят многие рустик а еще как бы светлеет еще по крайней мере светло и вот у меня сигнальчик и сигнал у меня судя по всему это советская трешка так уже не фонарик есть жизнь посмотри смотри сможем смотрим увидеть год 28 год ребята 28 хороший год жалко не 27 потому что 27 если память не ошибается он дорогой но еще время позволяет мы можем при дневном свете пока снимать вот пацаны пока по нулям но у меня все прет и прет же что хочешь сказать почему у меня прет а у вас ни хрена не прет ребята седой продал душу дьявола чтобы мне первые находок а почему не прет ребят у меня уже с этого как пацаны пришли я их позвал у меня сколько же находок сейчас сейчас буду сейчас 19 динучат пиздиши мы 20 пиздиши мы как я вас сюда позвал вот ребята смотрите жень посетите же так и того пока я сюда пацанов позвал у меня раз два три 4 5 6 и пуговка 6 находок 66 монет а пацаны пока по нулям ладно ладно но и да конечно пока пока но женщине же не у нас учится и я ему как бы советую докуда чего нужно копать ну да уж ухват он поднял ухвана вот ухват ладно погнали дальше итак ребят ну наконец-то наконец-то у рустика ребята русь к вот такое колечко мы уже как бы его щупали трогали мацали и это серебряное кольцо но к сожалению ребят без камня вот видите вот такое кольцо замечательно можно рустика поздравить с первой находкой и причем ценной находкой это серебряная рус мои поздравления с первой находкой вот так что зачетно зачетно поздравляем женька пока у нас по я думаю не очень будет потому что у нас как бы здесь вот у меня находки идут вот и жене подбирается ко мне все ближе и ближе я думаю сегодня допоздна будем добивать этот фундамент вот и на следующий раз на утро наверно поедем другое место вот потому что мы как бы ну сами понимаете да мы любим не только копать но и отдыхать вот так что за рулем пьяные не ездим и вам не советуем значит вот очень нос и менты кругом ладно ребята смотрим да я думаю чем-то еще интересно мы обязательно найдем вот так что пожелаем удачи всем и очкам и фишером да у нас аська работает у рустика фишер я на шурфах как вы знаете всегда с аськой работы и находки нас радует с аськой ребята с аськой радует всегда и так ребят как бы это самое уже темнеется и как бы здесь вот где-то вот на вот на монетка монета отыскалась и эта монета номиналом что-то желтая 10 копеек ребят но это не серебряный 10 копеек медно-никель 1946 год 46 рустик что-то присел женька вкалывает так что у женьки тоже будет скоро ладно продолжаем копать в темноте еще не знаю сколько соловьей смотрите как трещат слушайте вы прислушайтесь обалденно слышь себя отжить хочется досмотреть деревья цвету все цветут а товарищи а здесь все цветет ребят там бобры загородили огромный пруд здесь за нами красота ребята вообще красота в этой деревне один дом только жилой остался а сколько же здесь было вообще домов я читал википедию 316 было написано представить 316 дворов а сейчас на данный момент сегодня мы общались 1 2 2024 год ребята один дом в это 1 представляете вот так вот умирает у ульяновск и так везде практически во всех деревнях ульяновской области ульяновск вообще жутко умирает ладно копаем продолжаем и так ребят хороший сигнал был аська подала и я вот посмотрите аська показывает и ставится торчит чистая речит прям видим женька видит видит и вот вот она вот она вот она вот она намотана так но она что-то с дефектом немножко да но красивая смотрите какой сохран 1874 год вот но она как бы с дефектом с дефектом то что погиб по ходу то ли шлепнули чем-то может это ай нет вряд ли я думал барсеточники знаете края затачивать нет нет вот а это блять что знаете так расплющили специально ну край острый может быть даже и барсеточники ребят все может быть думать ребят смотрите вот край расплющен и заточен может это барсеточники знаете да в старину их тоже называли но них барсеточники как-то по-другому но фактом что это жулики так вот знаете подрезали мешки вот острым краям и зерно то ли рассыпалась то ли чего и сумки так тоже подрезали я такие серебряные монеты уже находил видео у меня на ю тубе есть с такими монетами ну сохран монеты вообще шикар вот рядом копает горшки да смотрите черный горшок черный горшок то есть это как бы это точно точно 19 век ну и находки соответствуют горшки 19 века и монеты как вы видите 19 век 1874 год пойдет пойдет продолжаем смотрите собрались делегации до сигнал был хороу но как бы за обсуждаем пятерочка литров очка опа зеленка rustic да с ними с ними чтобы это я как будто на сейчас мне леча красавчик на ребят смотрите такая зеленочка это это зубинец я такого бубенца здорового не видел нет реально это одна из частей ребят бубенца да ёшкин корот может быть здесь и 2 но он огромный ребята бубенцы и такого размера на гуде мощь честно будем 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 искать да но на огромный такой знаете и зачетная находка зачетная ребят это историческая находка не просто ценовая а вот историческая вот в музее и вот однозначно нужно разместить себе что я в основном и делаю ребята такие вот находки я в музее в школьные для наших детишек отдаю но к сожалению наши власти это не приветствует ладно пойдем дальше копать и там же труха вот как как рустик попадается находки у ребята у нас вот рустик вдвойне начинает копать 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 такой знаете его не было это адреналина ребят и это адреналин когда кто-то почему мне нравится совместные пошел совместный шурф чем не нравится когда получается у одного находки у 2 начинается адреналин и хочется копать 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 и тем самым ребята даются силы вот почему мне и нравятся совместные копы почему я и приглашаю ребят на один шурф ребят если шурф дает чтобы давал чтобы давал всем там что-то брынчит ладно если что-то интересное обязательно сниму так продолжаем ночной шурф продолжаем и так я вижу петок петок ребята вот смотрите уже не наконец-то монета петок я издалека вижу петля вижу трешка нет хотя на трешка вижу так и чё это нас год тридцать первый год тридцать первый год наконец-то старое место старый образец да пошло 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 на конец начаток уже там чеку вы такое и грибы яйца яйца грибы мягкие они же нет как камушек какой-то камень какой-то вот все отсюда начала валить пошли монету да как начал ко мне подходить и сразу пошли монеты начал подходить тебе два метра извиняюсь за мат это французский да французский сюда не лезть а ростик смотрите к нам все прется блин он вот смотрите оттуда прется к нам вот сюда вот лишь бы чем-то откопать 5 метров 5 метров кираку ладно вот рустик серебро колечко блин у женьки трешка нормально пошло дело пошло рот ели ели и это уже моя территория давай копаем он там он свою территорию ребята рустик он там трет я ему будет монет нашел чуть позже посмотрим русский там двушка вот и уже не здесь какой-то сигнал хороший давайте прямом эфире прям позади сне пробка ну я тоже надеюсь мой как поет в руке пробка пивная ребята пивная с надписями я или обычно вот скажите мне товарищи на глубине полтора метра вот откуда она здесь взялась нику откуда это же думать и тоже дымовая яма как я вас ненавижу алкоголики честно скажу блин хоть и сам люблю выпивать нужно вы ну вы зачем-то глубоко и закапываете это 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 жизнь это жизнь ладно рустику повезло двушка 24 27 ладно так уже не там сигнал ты пробку ты выкинул да нужен там продолжался не все кончик кончился до фольга 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 ладно если только фольга вот продолжаем продолжаем ночной чё получится посмотрим пацаны не даст не дадут мне извините меня за мой французский я я сказал пацаны надо от вас уходить потому что блин здесь они уже стенку мне подрезали все я решил туда уходить и вот отсюда подрезая стенку у меня выпала монетка вот на зелененькая монетка что за монета к сожалению сказать на данный момент не могу а видно желтенькая и по размеру это трешка русика алкаш не прет а у меня трешка трешечка какой год сказать к сожалению могу вот такая вот кругляшок очередной откопался ладно идем дальше итак ребят отыскала аська но отыскала аська моя но эту монетку вот судя по всему это по размеру трешка такая зеленая зеленая нет это царская монета да потому что вот проглядывается лишь круг круг в круге извините меня за такую вульгарность два ребята царская копейка вот так вот же не откопали царскую копейку но она игровая зубцы имеет биток да да игровая монета поздравьте на николай николай с первым царем все хорошо поздравляем и дальше продолжаем так рустик у нас сдался пошел уже в машину греться у нас как бы охладно да мы вот это вот срежем я думаю мы здесь вот еще подрежем объем покопаем еще где рустик бросил все это дело я думаю еще наверно ночью мы покопаем еще наверно однозначно с часок это точно порадуем да как бы обогревающие напитки у нас есть так что мы не замерим сходя смотрите пар изо рта фигачит холодно ребят однако очень холодно ладно монеты еще однозначно будут смотрим может что интересное выпадет и на радует итак ребята на сегодня коп закончился откопали в принципе неплохо у меня получилось что-то в районе 20 монет у пацанов ну скромно да не спорю у женьки одна монетка у руси к 1 серебряное колечко и на этом все вот у меня порядка 20 монет не знаю точно цари имеется совета имеется но без серебра так что будем ждать очередной выпуск надеюсь эта часть вам понравилась и будем ждать вторую часть во второй части я думаю будет куда шикарней по находкам чем в этой ну а сейчас мы отправляемся спать время у нас 00 часов вот и время как бы отдыхать завтра с утра пораньше мы встанем и отправимся на следующую деревню и эта деревня уже получается у нас 3 да я не снимал предыдущие деревни потому что находок не было вот и мы вот здесь вот немножко зашурфились и находки у нас немножко появились деревня выбитая до безобразия ямка на ямке и находки только появились после того как мы начали шурфить вот так что имейте ввиду наматывайте на ус на шурфе находки всегда ну а мы отправляемся спать все до завтра пока а